В Химке электротранс началась стажировка водителей. Пятеро химчан в течение трёх месяцев изучали правила дорожного движения и устройства троллейбуса в теории. Сейчас им предстоит трёхмесячная практика на маршрутах в сопровождении наставника. Подробности в материале Елены Васильевской. Теория позади. Сейчас у Сергея Минаева ответственное время. Стажировка на линии в троллейбусном парке. В 40 лет решил переквалифицироваться из простого водителя в водителя троллейбуса. Сегодня он один из лучших учеников и на маршруте чувствует себя уверенно. Ничего сложного, потому что стаж вождения уже достаточно большой. Только изучали правила и устройство троллейбуса. Спокойная, нормальная работа с графиками, которые понимаешь, как работаешь. Вместе с Сергеем на линии стажируются ещё четверо химчан. Комбинат, в котором обучают водителей, находится в Москве на метро Нагорное. Многие не выдерживают долгой дороги и нагрузки и отсеиваются в первые дни. По окончании курсов каждый обязан отработать на предприятии три года. Но после полугодового обучения заставлять никого не приходится. Вообще желающих всегда много. Если люди решили выбрать себе такую профессию, то они до конца идут и работают. Вот на сегодняшний день из тех, кто обучался с 2001 по 2013 год, у нас работает 20 человек. На курсы набирают примерно раз в год. Во время учёбы стажёрам платят стипендию в районе 20 тысяч рублей. За три месяца им предстоит изучить и специальные тренажёры. В химках такого тренажёра нет. Сюда на стажировку будущие водители должны прийти уже полностью подготовленными. Нужно знать не только правила дорожного движения, но и устройство троллейбуса. Ведь в случае поломки именно он, водитель, окажет ему первую помощь. Поэтому на линию стажёры выходят в сопровождении наставника. С наставником необходимо отработать три месяца. Вот так, в одной кабине. В случае любой непредвиденной ситуации старший товарищ не только поможет на линии, но и даст дружеский совет. За 13 лет через руки Дины Орловой прошёл десяток стажёров. И почти никто не ушёл из профессии. Мы их учим, обучаем, подсказываем, как надо работать. Потому что мы работаем с людьми. Где-то криком, где-то как. Но все понимают, все ребята хорошие. То есть понимают, всё делают как положено. У Сергея Минаева стажировка на линии закончится через два с половиной месяца. И уже на следующий день после её окончания он и ещё четверо химчан отправятся в самостоятельное плавание по трём маршрутам. Первому, 202 и 203. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.